друзья приветствую это перезалитое видео в первом варианте я налажал не тот прогноз приколотил пришлось удалить его поэтому значит давайте начнем сначала прошу прощения александр из москвы прислал образцы масла liquid moly top-tech 4500 530 по оси это c1 малозольное масло 6 половиной заявляет производитель по госту для свежего и вот описание автомобиля условия эксплуатации mitsubishi pajero sport 324 turbo дизель 4 n15 с небольшим пробегом меня 32 тысяч километров пробег на масле 6400 километров 179 моточасов сами баночки сейчас я распакую их подпишу и можно будет приступать к созданию эталона так давайте вот подготовил погнали сейчас посмотрим что покажет спектрограмма что из ее показаний можно вообще выводить и далее будем проверять отработку так вот такая спектрограмма видно бугорок эстеровый сейчас увеличу посмотрю так секунду смотрите самый большой пик это субцинемид беззольный диспергатор дисперсант его добавляют от 2 до 4 процентов высококачественные говорят масла и также там видно была линия перелома я оцениваю примерно стр и здесь процент полтора вот так смотрите в свежем масле прибор намерил 93 противоизносных присадок очень высокий уровень для малозольного масла честно говоря щелочное 4 и 3 но с учетом процента полтора эстеров я думаю что значит занижены данные поэтому выставляю 5 и 3 возможно 5 с учетом разницы гостов должно быть по-хорошему но и кислотная до чуть завышенной эстерами я десяточку понизил так данные сохраняю и можно проверять отработку так как я уже сказал pajero спорт объем масляной системы 8 и 4 литра 181 лошадиная сила 32 тысячи общий пробег средняя скорость 35 и 7 километров в час топлива танека и добавлена присадка в топливо миксент 2030 и 2130 так смотрите противоизносных присадок 114 процентов больше чем свежим возможно это действие присадки но также это влияние сажи меня тут поправили специалисты сказали что я ошибаюсь что уровень zddp не должен расти это так на большое количество сажа реагирует значит спектр там какая-то абсорция какое-то преломление ну короче вот такая история гликоля нет в масле показатели нитрования кислений нормальные сажи полпроцента достаточно на мой взгляд средний такой показатель учитывая высокую скорость очень сильно подросло 315 но это сажа однозначно сажа и присадка и 4 щелочное щелочное еще как бы незначительно просела но тем не менее запас уже по из-за кислотного не так много так сейчас покажу вам сравнение вязкости немножко свежего отработки давайте посмотрим по идее скорость средняя высокая ничего такого существенно не должно с маслом произойти но учитывая присадки да смотрите есть загущение 22 процента я думаю что конечно это связано с с присадками не знаю какой объем там попадает в топливо но тем не менее сажи не так много чтобы она повлияла на вязкость скорее всего это все-таки присадки да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь на канал нажимать колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео и наконец-то правильный прогноз еще раз приношу извинения давайте посмотрим так вот видите значение для свежего 5 и 3 168 то что я выставлял и отработки 4 и кислотное 315 также значение пробега и моточасов ну картина совсем совсем печальная честно говоря масло слабенькая запас между щелочным и кислоты маленький 8 300 по километражам моющий нейтрализующие свойства двести тридцать четыре моточасов ну совсем мало нитрование тоже для дизеля очень слабая 573 моточаса но скорее всего это опять же с присадкой связаны ну и и вязкость но вязкость сами видели загущение тут вообще уже как бы такое опасные какие-то тенденции непонятные причем непонятно присадка такое влияние оказала или все-таки какая-то там забеденная несколько смесь хотя вряд ли пробег небольшой значит вот вот такие показатели по по маслу видно по вот субцинемиду этому что масло высококачественное я почитал по него до использует высококачественных маслах именно беззольный с высоким очень щелочным как я уже сказал добавляет от 2 до 4 процентов и видим и таким образом добивается попадание вот в свежие вот эти экологические нормы очень жесткие вот из-за этих же норм масло слабое достаточно надо признать потому что разница между щелочным и кислотным там что такое 362 то есть вот весь ресурс масло 362 в полнозольниках там бывает и 10 даже разница вот считайте полнозольник в этом моторе отработал бы в три раза в три раза мог сильнее отработать здесь совсем слабенько да плюс еще и присадки однозначно повлияли когда производитель делает масла старается максимально баланс потребительских свойств защитных нейтрализующих и всего остального соблюсти вот добавляя любые присадки в масло ну и в том числе и в топливо как видите мы этот баланс сдвигаем что-то усиливаем что-то ухудшаем поэтому в 90 95 процентах случаев присадками даже присадками в топливо вы ухудшите ресурс масла да могут быть какие-то сюрпризы но они маловероятны и как говорится может фартануть но скорее скорее проиграть как в казино значит вот вот такой получился тест ну смотрите сами мне кажется масло масло сейчас за масло сейчас просят ссылка в описании больше 7000 за 5 литровую канистру мне кажется что она то не стоит но тем не менее вот такой результат дорого и не очень не очень крепко благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя всем мира увидимся в следующих видео пока